Ты будешь проповедовать. Она ночью получила откровение и сказала, что я готова. Я с радостью предоставляю сегодня слово рукоположенному миссионеру Болгарии. И с радостью предоставлю слово рукоположенному миссионеру Болгарии. Менеджеру нашей церкви Наталье Сахарова. Давайте поприветствуем. Наталье Сахарова. Он не на неделе сказал, он вчера сказал. Я присоединился в казах, я не вчера мне каза. Вот. Оксана? Я не проповедую долго. Асана, не проповедую долго? Вот. Рада приветствовать вас всех. У меня тема такая «Радость неба». Моя тема – небесная радость. В последнее время, знаете, Бог возвращает к простым истинам. В последнее время Бог не врождет к простым истине. Знаете, я… Ага, я тебе скинула. Ну ладно. Вот, я не знаю. Если есть болгары, будут подсказывать, если что, перевод по болгарскому. Во втором послании Коринфа написано, чтобы мы не уклонялись от простоты во Христе Иисусе. Во послании только в Коринфе пишет, что не требуется уклоняем от простоты во Иисусе. Как звучит по-болгарски? С что-то, да. Да, чтобы мы не отклонялись. Знаете, мы иногда углубляемся в учения, но есть вещи, которые просто… Они должны присутствовать в нашей жизни. Такие, как не судить, да. Такие, как не замечать сучка в глазу брата своего, да. А вытаскивать бревно из своего глаза. Да, 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 да. Да, сучка не замечать в глазу брату, да, а бревно, да, да, вытаскивать из своего. Да, 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 да. Своя толка. Да. Потому что, может быть, углубляться в слово – это даже приятно, мы насыщаемся, но важно, чтобы все у нас было в практике, правда же? Может быть, дурие достаточно приятно, если задолбучал на слово ту, но требует, да, с научим, да госпозываем на практике. Аминь. Знаете, и я размышляла вчера, я очень люблю притчу о блудном сыне. Вчера размышляла, и много убитчем притча за блудный сын. И решила еще раз прочитать эту притчу. Решила, что ты в однажды прочитал. И я подумала, интересно, в какой момент Иисус говорил людям эту притчу. И если вы мысли, в каком момент Иисус решила рассказывать эту притчу? Потому что вы знаете, я думаю, что вы все знаете, что Библию важно читать и размышлять в историческом аспекте. То есть какое это время было? Какой царь был в тот момент? В культурном аспекте. То есть где это происходило, в какой стране, какие обычаи были? И в текстовом аспекте. То есть знать места, что говорилось до этого и после этого. Чтобы мы не вырвали местное списание просто так, без контекста. И я решила еще раз прочитать эту притчу. Давайте мы вместе откроем. Это Лука, 15 глава. Лука, 15 глава. И там в первом, во втором стихе. Первый и вторый стих. Говорит об этом. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Луки, 15 глава, первый и второй стих. 15 глава, первый и второй стих. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали. Говоря, он принимает грешников и ест с ними. Вот мы часто видим, что грешник с кем сидел Иисус. Он сидел с грешниками. Часто мы видим, что Иисус сидел с грешницами. С мытарями. Митарями. Которых народ ненавидел, потому что они собирали дань для римлян. Женщина легкого поведения в прошлом омывает ему ноги при ходе. Да? А при этом одна будница умила кракатому. И, ну, если спросить, если бы Иисус пришел на эту землю, куда бы он пошел? Знаете, вдоль дороги, вдоль дорог здесь, в Болгарии, стоят женщины. Видели, да, девушки? У нас Павел, когда был школьником, он поехал на соревнования по тэквондо. И он с тренером ехал на машине. И тренер ему объяснил определенные вещи. И тренер ему объяснил определение мечтам. О жизни. За животом. О женщинах, да, которые там были. За жених, которые стоят по тезе. Которые там были. Знаете, я думаю, что если бы Иисус пришел на эту землю, то он, возможно, пошел бы туда, к этим женщинам, потому что они нуждаются. Как Иисус до этой нотази земля, сигурно бы утешил на тезе жених, за что-то тезе нуждают. Он, наверное, пошел бы в бар куда-нибудь, где спиваются. Я вам расскажу один случай из моей жизни. Что ты расскажи один случай от моего живота? К нам в Казахстан приехал один еврей. Казахстан доедает один еврей. Он бывший чемпион Казахстана по боксу. Бывший чемпион по боксу в Казахстане. Стал злоупотреблять наркотиками и вошел в наркотическую зависимость. Потом переехал в Израиль, так как он был еврей по матери. И там встретился с Иисусом Христом. Он получил освобождение. И он подумал, сколько у меня друзей сейчас идут в ад и умирают. И он из Израиля возвращается в Караганду. Ну так, чтобы вы знали, Караганда – это город, куда отправляли ссыльных со всего бывшего Советского Союза. Вот так, по радиусу везде, 500 километров, сплошная степь. И в радиус 500 километра има само по лето. Да. Примерно зимой под минус 40. При зимата има минус 40 градусов. Да. И лето очень короткое, но жаркое. Ну, в принципе, туда, чтобы там люди быстрее умирали. И вот из Израиля. Израил. Он приезжает в Казахстан. Той ути в Казахстан. Это примерно 97-98 год. 97-98 год. Время перестройки. Повременно пристроявание. Демократия. Демократия. Кушать нечего, зарплаты не выдают. Нямо как вода с еды, нямо заплаты. И он говорит, надо открывать центр реабилитации здесь. Четыре вода утворим центр реабилитации. Ходит по всем церквям, по всем управителям там. Ходит по всечке церкви, управители. Ему дают в степи от Караганды примерно 100 с чем-то километров. Да, это бывший лагерь. Бывший лагерь. И там есть бараки, остатки от бараков. Без стекол, без ничего. И мы не остатки от бараки. 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 От бараки. Да. И он ставит там буржуйку, печку. Поставит там и на пешт. Ходит по всем семьям верующим и говорит, дайте, что есть еда, мука, ну, чем можете, дайте, крупы. И то я ходит по всечке верующей семейства, даму дадут мне что-то заяданное, брашно, хляб. Ходит по своим бывшим друзьям, вернее, не бывшим, а друзьям, наркоманам, и говорит им об Иисусе Христе, о том, что они могут освободиться. И все, что той посещава своите приятели им и им рассказывал, что Иисус Христос, что они могут освободить. И один раз он меня и еще одну сестру, которая играет на гитаре, попросил сходить с ним в одно место, где нужно засвидетельствовать таким людям. И в одно, что помолил мен и еще одна сестра, которая засвидет на гитара, да утидем заедно, да свидетельстваме в одно место. И мы попадаем в притон к наркоманам. И не попадаме к наркоманите. Да, ну такая, чтобы вы знали, квартира там, запах такой. Потому что ничего не проветривается. Там где-то в ванной ширяются. На кухне варят они это все. И мы им, и он им говорит об Иисусе, мы поем, молимся за них. И то им кажется за Иисус, если молят, не пеем. Вдруг заходит кто-то и говорит, наших двоих поймали, менты взяли, увезли в каталажки. И Вовка такой, все, молимся за них, чтобы все хорошо было. И мы такие, да, молимся за них, молимся. Мы молимся за них. Я думаю, я вообще, на чьей стороне. Я понимаю, что это люди, которые воруют. Разберем, что эти горы, которые воруют. Обманывают. Ради дозы наркотиков они готовы пойти на все. Они разбивают стекло в машинах. И у меня произошло такое раздвоение в какой-то момент. Я думаю, то же самое переживали фарисеи. Потому что они видели Иисуса. Не с теми людьми, с которыми Он должен был быть. Они видели, что Он умный, что Он знает Писание. Вроде бы уважаемый, прилично одетый. Вымытый. Но Он сидит не с теми людьми. И фарисеи выразили свое недовольство. Еще раз, да, я напомню. Напомню, они роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Вот мало того, что Он их принимает, еще и ест. Потому что в Израиле, ну, там есть определенное табу, с кем ты можешь кушать, с кем ты не можешь кушать. В Израиле имел некий закон, с кой может доедаешь, а с кой не. То есть, получается, Он сидел с ними, ел и осквернялся. Вот, знаете, мы люди, я себя поймала на том, что мы люди, мы очень часто тоже судим не так, как Иисус. И, знаете, есть, наверное, опасность такая судить человека. И има одна опасность, да усыждаме человек. Потому что, а вдруг с ним сейчас Иисус? За что-то, ако Иисус из него сидя. Да, как тогда. Я знала, что Иисус был с этими наркоманами. И тогало в нас есть случай, что Иисус был с этими наркоманами. Поэтому, знаете, я еще раз себе сказала. Что осторожней, Наташа, когда ты рассуждаешь и о чем-то поведении, о каких-то людях. И казалось, на себе все, что надо внимать, куда-то усыждам и обмислям поведение на некого человека. Итак, притча о блудном сыне. С чего она начиналась? С того, что Иисус сидел с мытарями, грешниками, пил, ел, говорил им о Царстве Божии. В принципе, приятно проводил время. Фарисеи начали на него роптать. И он им говорит три притчи. Одна за другой. Причем не объясняя им. Может быть, кто-то помнит какие-то три притчи? Нет? Я вообще не обращала внимания раньше. Может быть, кто-то помнит какие-то три притчи? Да, молодец. Шестица. А, он посмотрел у меня в приложении. Но все равно молодец. Значит, с утра читал Библию. Итак, первая притча – это о блудной овце. Вторая притча – это о потерянной Драхме. О вдове, которая потеряла Драхму. И третья притча – о блудном сыне. Причем он их рассказывает подряд. Я задалась вопросом, ну какой, извиняюсь, какой смысл, да? Какая связь, вернее? Первая притча – это о загубенную овечку, овца. Вторая – это о загубенную Драхму. И третья – это о блудном сыне. И интересно, что ты рассказываешь именно в этой последовательной притчи. Ну, что, давайте с первой начнем. Започнем от первого. Да. Все сидите удобно. Там зрителям нашим вообще хорошо. На диванчике сидят, чаек попивают, кафенцы попивают. И всегда все прочее притча – это. Должно надо сидеть удобно. И сегодня зрители сидят, чтобы удобно на диванчике. Итак, от Луки, 15 глава, с третьего стиха. Лука, 15 глава, от третьего стих. Вот третий стих, да, с третьего начинаем. Но Он сказал им следующую притчу. То есть Он не стал спорить с ними, да? Иисус сказал им притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной. Я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот такую притчу Он им рассказал. Я стала размышлять, кто такая овца, которая потерялась. Вы знаете, я нашла одну статью об овцах. Овцы... Я запрашиваю, что я думала, какая-то овца какого-то себя загубила, и на мере их статья за овцеты. Овцы намного умнее, чем мы думаем о них на самом деле. Тебе умнее, как ты думаешь? Овцы, они дают поддержку друг друга. Представляете, у них есть дружеские отношения в стае. Овцеты подкрепят один друг, ты им отпрятал свои отношения помежду. И даже овцу помещали в лабиринт, и она находила выход. Представляете? И куда-то овца в слагах в лабиринт, я и намерила исход. Да, то есть овцы намного умнее, чем мы думаем. И знаете, вот у нас рисуют, как Иисус выносит маленькую овечку на руках, и мы думаем, что это и есть та овечка, которая сотая овечка. И чувствуем, как рисует Иисус, что он не сей, а с собой си някого налил овечка, и с тобой может быть с той овечка, кое-то овца, кое-то сей загубила. Раз, раз. Раз, раз. Нашла. Раз. Ой, я, наверное, разрушу этот стереотип. И может быть, ты разрушил тоже стереотип. Что это маленькая овечка. Читая зималка овца. Такая хорошенькая, бедненькая, заблудилась и отстала от стаи. Читая такова бедна, че сей загубила от стаи. Стадуту. Да, потому что пастух обычно, он смотрит за маленькими овечками, и родители смотрят за маленькими овечками. За что твой пастух глядит свой овцеты, и такая родитель глядит свой овцеты. Да. Какой вариант? Что за овца потерялась? Какой вариант? Какая овца сей загубила? Как вы думаете, какие? Я вот размышляла вчера, какая овца может потеряться? Я вчера размышляла, какова овца бемуглата сей загуби. Непослушная. Непослушная. Буйная. Активная. Активная. Своевольная, да? Которая говорит, да, самостоятельная. Да что, я не найду, что ли, сама пастбище? Что я? У меня нюха, что ли, нет? Глупая, голодная. Гладная, немного умная. Недовольная. Недовольная. Да. Ну, это один вариант, да? Твои единые варианты. В принципе, когда она потерялась, пастух сказал, ну что с этой овцой опять делать? Ну, вот такой бы пастух сказал. Но в этой притче показывается характер Иисуса Христа. Но в этой притче показывается характер на Иисус Христос. Что он идет ее искать. Но чтобы ее найти, овца должна издать что-то делать. Ну, представьте, вот поля, горы и как найти овцу. Има пулей, планини и как твой можно намерить овца-то? Как можно найти овцу? Да, она должна блеять и она должна издавать звуки. Тебе треба да блеять и да издавать звуки. И просить о помощи. И да молить за помощь. Да. Знаете, написано в Ереме «Возовите ко мне, и я услышу». В Ереме пишите, что треба да и покажу вам великое и недоступное. И что я покажу великое и недоступное. Мы должны звать Господа. Треба да саубрыштаме ко Господу гувиками. Второй вариант, что овца может потеряться, она может упасть в яму. Ну, то есть шла, шла, раз не заметила в яму. Или где-то застрять у нее нога или что-то такое. Да, да. И Иисус, вот эта картинка Иисус идет, у нее там овечка с поврежденной ногой. Кстати, знаете, да, что буйным овцам надламывают ноги? На буйнете овцы им малку притчуют краката. Ну, интересно, что Иисус рассказывает эту притчу о том, что потерялась вот какая-то буйная непослушная овца. Иисус рассказывает именно тази притча, че я загубила некакого непослушной буйной овца. Но пастух, проявляя любовь, милосердие идет, ее ищет, находит, приводит. И пастух той проявляла терпение и милость. Чего да я търси? И очень странная вообще развязка. И развръзката е много странна. Придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им порадуйтесь со мною, я нашел пропавшую овцу. И като се прибере, той ще извиках приятели и соседите и ще каже да се радват с него, че той намерил овцата. Ну, странно, но порадовал се би сам, да? Това е странно, той би могло да се порадва сам. Но, наверное, стол накрывает, да? Ну, той, може би... Ну, я так предполагаю, как радуется. Музыку такую радостную включает, еврейскую. Еврейская музика. Это первая притча. Твоя первата притча. Вторая притча это о вдове, которая потеряла драхму. А втората из-за вдовица, което и загубила драхму. У нее было 10 драхм, написано, что она одну потеряла. Твоя имела 10 драхм и загубила одна. Давайте прочитаем, да? Ой. Это та же 15 глава. Слушайте, 15 глава от лука. С 8 по 9 стих. От 8 до 9 стих. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Драхма это вообще очень, это монета очень большой стоимостью. Драхма это монета с высокой стоимостью. Она исчисляется на сегодняшний день, по-моему, несколько тысяч евро. И сегодня я бы могла дать им цену несколько тысяч евро. Да. То есть можно купить недвижимость. Может, да купишь некую недвижимость. И что она делает? Она теряет и, естественно, расстраивается. Я губю и се расстроювам. Знаете, я хочу сказать, что иммигранты, переезжая, обычно часто теряют. И иммигранты, тако это се переместят, много често губят нещо. При переезде, согласны, да? При изместваннито. Кто-нибудь терял? Някой губил или нещо. Деньги теряем, бизнес теряем, друзей теряем, приятели, карьеру теряем. Кто еще что терял? Отзывается, да? Я недавно к стоматологу ходила на прошлой неделе. И он говорит, надо зуб вырывать. И я такая, как? Это же часть меня, зуб. Я думала, как я буду жевать. Как ты думаешь? Как вообще эстетика? Как ты изглеждаешь? И, знаете, я подумала, мне 48 лет, я не задумывалась, как важно, как это классно, когда у тебя есть зубы. Вы знаете, мы иногда не ценим чего-то, не потеряв этого. И по някому не оценяваме нечто, оценяваме нечто само, когда его загубим. Мы, я как жена пастыря часто хожу с ним на похороны. И когда жена на пастырь, часто уходят с него на погребения. Есть такая категория людей, которые приглашают на венчание, когда болеют дети и на погребение. На похороны. Или когда болеют. Не когда разжаются, когда болеют. Да. Иногда вот ко мне как человеку подходит такое, ну что это такое, вот люди, ну вот что это, почему вот так несправедливо к нам относятся. Не, не то, что к нам относятся, но несправедливая такая, да. Вы понимаете, о чем я, да? Что нужно, да, только так, когда зовут тогда, когда нужно им. Ну знаете, в этом характер Иисуса. Мы приходим тогда, когда нужно человеку. И знаете, я очень часто слышу на похоронах, как мало, жаль, что мы не были с этим человеком больше. Знаете, после похорон моего отца, приходили, подходили ко мне наши же друзья. И одни говорили, он нам помог в трудный момент, когда у нас дом сгорел, нам нужны были доски. И он сказал, берите, когда сможете, рассчитаетесь. И те рассказывали, как той им помогал в трудный момент, когда куштата им се запалила и им требаха доски. И той, нали, казалось, что можно взимать. Кому-то он еще в чем-то помог. На някого още и помогал с нечто. И когда человека не стало, одни говорят, че же мы его даже домой не позвали. И не те казвы, за что дори не смею купоканили в крышке. Баньку бы затопили. Послужили бы ему. Бихме могли да послужим на него. Сказали бы ему слова благодарности. Можешь мне да кажем думаете на благодарность. К сожалению, очень часто у нас происходит осознание того, что мы имеем, когда мы теряем. И вот потеряла эта женщина Драхму. Схватилась за голову. Что же и мне делать? Ну, потому что я так понимаю, что, скорее всего, она была одна, жила. Она не работала. И на это состояние ей нужно было жить. И как ты разбираешься? Тебя изживала сама, не работала. И твоя была целая состояние, с которой ты могла доживее. И что она делает? Как вы правите? Она начинает убираться. Започла до чистки. Знаете, тем, кто потерял что-то. Особенно те, кто переехали, иммигранты. Я знаю, что каждый что-то терял. Особенно те, кто се премествовал некогда, сигурно загубили нечто. Первое, это нужно успокоиться. Порвото, и трябва да се успокоиш. Навести порядок. Да подрадиш нештата. Нужно навести порядок в физической сфере. И у себя в голове. И в голове то се, за что? Успокоиться. Да се успокоиш. И спросить, Господь, помоги мне найти. И да помолишь Господу, да ему кажешь, Господи, помогними да намеря. У меня несколько раз были такие случаи, я не буду сейчас их рассказывать. Но я хочу вас вдохновить. Я хочу вам сказать, что то, что вы потеряли, но искам да ви вдохновяю, че нечто, което сте загубили, Бог, возможно, хочет вам воздать еще намного большее дать. Може би Бог иска да ви воздаде още повече. Просто спросите Его волю. Просто го попитайте за Неговата воля. Может быть Он допустил, чтобы вы потеряли что-то, чтобы вы осознали то, что имели. Може би Той допуснал това да изгубите нечто, за да осознаете, че имате това нечто. И знаете, чем заканчивается эта притча? И с какого завершива тази притча? Она опять приглашает своих подруг. Тя утнову кани сводит и прятылки. Накрывает Дастархан по-казахски. Слага масата. И зовет, и говорит, давайте порадуемся, я нашла. Айда дэсэпурадва мэдэмэрих драхма. То есть она оценила, да? Тя я оценила. Аллилуйя. И давайте посмотрим третью притчу. И третья это притча. Это притча уже о блудном сыне. Твоя притча-то забудня, сын. Пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. С одиннадцатого по двадцать первый стих. От одиннадцати до двадцать первый стих. Еще сказал. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу. «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. «По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Такое отступление. Это еврейская притча. То есть свинина для них была некошерная. То есть свиньи были некошерные животные. Насколько, да, он упал. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Рожки, я когда уверовала, я думала, есть такие макароны, рожки. И куда ты уверовала, мысли, что здесь рожка веса некой макаронии? Ну, думаю, ну, наверное, просто ел без сливочного масла их. Мысли, что просто гиял без масла. Без сосисек. Без крынверщи. Да, ну, грубого помола такого. Ну, невкусное было. Оказывается, это такое растение в виде рожков, которые едят только свиньи. Если указывать, что у тебя есть растение в тазе формы на рожки, и сами свиньи сояли эти растения. Да, да, то есть это еще хуже, чем я вот представляла, когда только первый раз прочитала эту притчу. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. А кто жалился и целовал его? Отец целовал. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Вот такая вот история. Я думаю, что все вы ее знаете. Мысли, что все знают эту историю. Но тем не менее, я думаю, что хорошо нам периодически ее вспоминать. Мысли, что их убоу поднялку года сосиском из этой истории. Потому что все мы были блудными сыновьями. За что-то всички бяхме блудни сыновы. Все мы питались непонятно чем. Всички сме сохранились с кое-знае какво. И все мы осознали, что у отца намного лучше. Правда же? И всички осознахмы, че при баштате много по добре. Вот интересный такой переломный момент у него произошел. Это в 21-м стихе описано. Давайте провести их в случае переломного момента. Да. Когда он сказал... Когда он подумал, знаете, что чуть раньше, даже не в 21-м, чуть раньше, когда он подумал, что у отца моего наемники живут и кушают лучше, чем я сейчас. И знаете, и он не сказал, пойду к отцу, примирюсь с ним и попрошу, чтобы он опять принял меня как сына. Потому что он понял, что часть наследства своего он потерял. И он понял, что он не достоин уже называться сыном. И он говорит, пойду и попрошу отца, чтобы он принял меня как наемника. То есть, когда мы приходим к Богу, мы не достойны даже называться его сынами. Когда идем к Богу, даже не сме достойны да се наричаме Негови сынове. Насколько важно осознавать милость Божия. Еще, знаете, притча называется... Мне как-то сын говорит, мам, чего ты так подробно все объясняешь? А я говорю, мне важно понять, что точно люди поняли. Но на мене мне важно, чтобы хората разберут точно всичко. Я им иногда объясняю что-то, говорю несколько раз. И на мене мне говорят... Да мы поняли, поняли, мама. Я говорю, так мне обратная связь нужна. Мамы меня поймут, да? Я говорю, так скажите, все, понял, сделаю. Просто кажи, ты разбрах, что ты направя. Проповедникам тоже нужна обратная связь. Проповедникам тоже нужна обратная связь. Да, можно сказать, аминь там, да. Ну, показать, что я еще не уснул. Да, да покажет. Хората, вот услышат, чей ошти не садоспали. Знаете, я первый раз поняла, что притча... До меня дошло осознание. Притча называется о блудном сыне. Притча та сина реча заблудня сына. Блуд от какого слова? Блуд от корня. Блуд. Представляете, блудный сын от блуд. И знаете, есть две мерзости перед Богом. Он в Ветхом Завете говорит, я ненавижу мерзость предо мною, когда Израиль идет и блудит с другими богами. И Бог и казал, что ненавижу, где то Израил, и ходил да блудит с другими богами. И еще что Бог ненавидит, это блуд в физической сфере. И все что, Бог ненавидит блуд в физической сфере? Блуд при любодеянии. И вы знаете, что есть физический блуд, есть духовный блуд. Имя физический блуд и духовный. И очень часто, когда я разговариваю с людьми, и я говорю, что нужно покаяться, прийти к Богу. И люди, знаете, образованные люди очень часто говорят, а я не делаю ничего плохого, в чем не каяться. И часто, когда мы говорим за Бог на хората, и говорим, что нужно спрятать, или нужно спрятать, и хората, когда сообразование, говорим, что не правим ни что плохое. Мне одна педагога сказала, когда я ей рассказала историю Павла, И одна преподавателька в какой-то рассказах истории за Павел, тебя не казала? За апостол Павел. За апостол Павел. Я сказала, вы знаете, вот он убивал христиан, встретился с Господом, его жизнь изменилась, и он стал служить Богу. И она сказала, это невозможно. Невозможно просто так простить человека. И люди говорят, мы хорошие, мы ничего не делаем. Но в глазах Бога, если ты не примирился с Богом Отцом, то ты блудишь. Но в учителе на Бога, как он не сэ, не мажь добрые отношения с Богом, тогава означает, что блудишь. И как блудный сын. Ходишь и делаешь свои дела. Просто все ходишь и правишь свою работу. И знаете, как с той овечкой, когда мы говорили, чтобы пастух нашел ее, ей нужно блеять, ей нужно возвысить голос свой. Так же и в этой притче. Все, что нужно, это покаяться, признать, что ты не прав, и сделать шаг на встречу к Богу. И такая в живот отчетырява, вначале досыпукаешь, направишь ступка к Богу, то осознаешь, че не сэ, бил прав. У меня очень всегда касается вот это место, знаете, что отец издалека увидел сына. Я не знаю, сколько месяцев, лет прошло после того, как сын ушел от отца. Но я думаю, что каждый день после работы, после каких-то там подсчетов, бухгалтерских, он выходил на дорогу и хотел увидеть силуэт своего сына. Я думаю, что он его представлял таким, каким он ушел, красивым. Красивых одежд, да. Но знаете, что он увидел? Ну, как вы увидел той, куда-то свернусь, да? Давайте вместе представим. Да, представим заедно. Есть, кстати, картина, да, возвращения блудного сына. Он вернулся в разорванных одеждах. То есть, свернул в скъсани дрехи. Без обуви. Без обувки. Да, он вернулся худой. То есть, свернулся много слаб. Пыльный. Грязный. Много мръсен. Но он пришел в смирение. Но е дошел в смирение. Это очень важное. Момент перелома – это осознание того, где ты находишься. И умение попрощаться со своей гордостью. И умение да се простишь со своей гордостью. И что сделал отец? Какво направил баштата? Он бросился первый к нему на шею и обнял. И, знаете, так и отец наш небесный. Он сейчас ждет. Если кто-то еще не примирился. Если еще кто-то не осознал важность стать сыном отца. Если кто-то отошел. Я хочу сказать, что Бог стоит у дороги и ждет. Он ждет, когда ты придешь. Знаете, мы если мы совращаемся, как булудные овцы. Бог готов идти и искать нас. Если мы что-то теряем, то Бог в силах компенсировать потерю и дать больше. Я хочу сказать, кому-то может быть сейчас отпусти свои потери. Не держись за них. Бог хочет дать что-то большее от того, что ты имел. Если ты, как блудный сын, надеялся, наелся уже этой пищи, от которой тебе плохо, сделай шаг навстречу Богу. Примирись с Ним. Сейчас это время. Твое время. Давайте мы совершим молитвы. Не возражаете? Если помолим заодно. Дорогой Господь, меня не перестает восхищать Твоя любовь. Твоя любовь продолжала, да мы восхищала. Я так благодарю Тебя за то, что Твоя милость, она обновляется над нами. Благодаря на Тебе, че Твоя милость се обновява. Когда мы по-человечески, Господи, кого-то начинаем судить, Ти долго терпиш. Когда мы, Господи, нам не хватает любви покрыть кого-то. Боже, Ти, Господь, долго терпиш. Ты как пастух, который так любит своих овец, который прощает буйных и идет и хочет их вернуть в стадо. Ты как чудесный восстановитель. Готов возместить нам любую потерю. Я верю, что Ты всегда покажешь путь. Всегда. И я хочу сейчас, Господь, обратиться за тех людей, которые что-то потеряли. Может быть, физически что-то потеряли. Может быть, что-то духовно потеряли. Может быть, связь с Тобой потеряли. Или са загубили връзката с Теба. Может быть, видение потеряли Твое. Может быть, какой-то дар, который Ты им дал, и вот они не воспользовались им и потеряли его. Или некоторый дар, какой-то седал, но Ты не са себя воспользовала. Может, какого-то человека потеряли. Или са губа на некоторых человек. Я прошу Тебя сейчас, Господь, приди на это место. И покрой, Господи, Твоей любовью. И пусть Твое восполнение приходит прямо сейчас на это место. И некогда не воспользуешь на Твое место. Боже, Господь, будь то какая-то бизнес. Если кто-то потерял бизнес, Боже, дай новый, еще более, Господь, развитый. Дай новый бизнес, такой, Боже, чтобы Ты просто, чтобы этот человек реализовывался и, Господи, летал и радовался. Так, чтобы, как в этих притчах, Он созвал много людей и сказал, Бог мне дал, я нашел то, что потерял. Боже, дай нам собираться чаще, Господи, накрывать столы, созвать пир, Господи. Аллилуйя, Боже, Господь. Я верю, что Ты Бог, Который восполняешь любые нужды. Какой-то восполнял всякие нужды. И знаете что? Давайте посмотрим, чем закончилась притча. На пугледом, с какой завершил притча-то? Отец сказал рабам своим. Вот я заказывала на свой терапии. Во второй стих, 15 глава. Принесите лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся и начали веселиться. И започны ходить с веселением. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И начали веселиться. Ребята, когда вы веселье в свой дом последний раз сделали, давайте чаще радоваться, веселиться. Помните, что сделал. Смотрите, от притчи к притче веселье умножается, увеличивается. От всякой притчи веселье эту започву умножало. Смотрите, сначала нашлась овечка, потом нашлось состояние. После состояния. И в последней притче нашлась человеческая душа. И в последней притче была намерена человеческая душа. Знаете, самое главное для Бога это человеческая душа. И когда мы приводим людей к Богу, когда человек примиряется с Богом, на небесах великая радость и веселье. И небеса тугала со случая гуляма радость. И Боже, дай нам Бог радоваться и переживать эту радость. И неко Бог дали нам эту тази радость. Вы согласны? Да все радованы. Вы знаете, я помню, в 90-х вышли люди, помолились молитвой покаяния и сразу же псалом «Слава Господу!» И все скачут веселье такое. В 20-й године годы хорат со смолитвой за покаяния и однага за почву хатапеет псалом. Знаете, я очень хочу, чтобы это просто эта радость неба она пришла на эту землю. Я так хочу, чтобы люди начали примиряться с Богом. Очень жалко, что иногда людям нужно что-то потерять, чтобы начать искать Бога. много жалко, что хората требуют загубить нечто за допочину датырсят Бога. И я хочу сейчас предложить одну молитву, молитва примирения с Богом. Если ты устал жить той жизнью, которой жил без Бога, если ты потерял видение или голос не слышишь Бога, я предлагаю, давайте мы помолимся этой молитвой. И можете повторять за мной. можете повторять след меня. Давайте закроем глаза. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебе за Твою великую любовь. Я устал жить без Тебя. Я хочу примириться с Тобой. Прости, пожалуйста, все мои грехи. Я прошу, войди в мое сердце Духом Святым. Я принимаю Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Как дверь, через которую я могу примириться с моим Отцом Небесным. приведи меня в Твой дом. Посади меня рядом с собой, за столом, где радость и веселье. И я молюсь во имя Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. Знаете, хочу немножко так еще. Давайте представим, что будет Небесный пир. И во главе сидит Иисус Христос. Потому что через Него мы получаем примирение с Богом. И вас водят на этот пир. Прям представляете. И вы садитесь за стол. Сядете за массу. Там все круто. Кто что любит. Я корейскую еду люблю. И има на массу всичко любит корейская храна. Кто с Алматы бешпармак там будет. Кто там с Украины борщ будет. от Украины борщ все драники картошечка белорусская. И что от картофи за Белоруссию. Сало такое порезанное. Черный ржаной хлеб белорусский. Изобилие. Изобилие. Вас обслуживают. Обслуживают. Ангелы летают. Ну я так немножко фантазирую. Я не знаю точно как точно будет. И вдруг раздается голос. Называется ваше имя. И вас приглашают к трону. И вы подходите к трону. И там говорит верный раб. Добрый и верный раб. Войди в радость господина своего. И говорят я видел когда тебе было трудно но ты не падал духом. Я видел как ты поддерживал других. видел когда было трудно вера твоя не скудевала. Я видел как ты молился когда тебя обижали. я видел как ты терял но терпел потери и верил мне. Виж как с губил но все таки был уверен и переживал тези загуби. Вау круто как. И всички что будут много ярко твое. Да. Садись за стол будем петь веселиться. Александр шлопак включит крутую музыку такую. Александр шлопак что поздно хвала музыка. и мы будем танцевать. И там будет много людей которые мы показали путь на этот брачный пир. Аминь. Кто хочет быть на этом пиру? Аллилуйя. Спасибо тебе Господь что у нас есть такая надежда. Боже спасибо тебе. Мне так радостно. Знаете важно ценить вообще как Бог нас любит на что Он избрал и для чего Он призвал на эту землю. Аминь. Аминь. Вот я сказала что коротко проповедую. Больше не буду так говорить. Спасибо за внимание.